Послание к римлянам святого апостола Павла Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа От Матфея Святое Благовествование Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Сиас посылаю вас, як у овцы посреди волков. Будете оба мудры, як у змия, и цели, як у голуби. Внимлите же, от человек, предадят бы вы на сонмы, и на соборющих их бьют вас. И предладыки же и цари, веде не будете меня ради, во свидетельство им языком. Их даже предают вы, не пицитеся, как или что возлаголите, даст быся вам в той час, что возлаголите. Не вы бы будете глаголющие, но Дух Отца вашего глаголит вас, предаж же брат брата на смерть и отец чада, и восстанут чада на родителей, и убьют их. И будете ненавидимы всеми имени Моего ради, претерпевый же до конца, той спасен будет. Толкование на Евангелие от Матфея Стихи 14-15 А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Они должны были по воле его отрисать пыль, в знак того, что там ничего не взяли по причине неверия людей, или же во свидетельство того, что они совершили дальний путь и, между тем, без пользы для них. Посему Содомленам отраднее будет, нежели сим неверующим, ибо Содомлене, быв наказаны еще здесь, там наказаны будут уже гораздо легче. Стих 16 Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Господь вооружил их чудесами, обеспечил относительно пропитание, творяя для них двери достойных. Теперь же, являя свое предведение, говорит и об имеющих случиться с ними опасностях. Я, говорит, крепкий посылаю вас, поэтому дерзайте, ибо неприкосновенны будете. Но приготовляет их и к терпению, ибо как невозможно, говорит овце, не терпеть чего-либо среди волков, так и вам среди иудеев. Впрочем, если постраждите, не гневайтесь. Я хочу, чтобы вы были кроткие, как овцы, и чтобы побеждали особенно сим образом. Далее стих 16 Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Желает, чтобы ученики его были и мудры, чтобы из названия их овцами ты не заключил, что христианин должен быть простецом, говорит, что, напротив, ему должно быть и мудрым, чтобы знать, как надобно обращаться среди множества врагов. Как змей дает бить себя по всему телу, а голову прячет, так и христианин все свое имущество, даже самое тело должен отдавать бьющим его, а голову, то есть Христа, и веру в него должен беречь. Равным образом, как змей скидывает в себя старую кожу, сжимаясь в какой-нибудь узкой скважине и проползая сквозь нее, так и мы должны совлекаться ветхого человека, идя тесным путем. Но как змеи вместе и вреден, и лукав, то Христос повелевает нам быть простыми, незлобивыми и безвредными, как голуби. Голуби обыкновенно тотчас возвращаются к своим хозяевам и тогда, когда отнимают у них детей и отгоняют их. Итак, будь мудр, как змея, чтобы не стали смеяться над тобою по твоему образу жизни, но и сохрани себя непорочным. Будь безвреден для других, будь незлобив, как голубь. Стихи 17-18. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в свиделище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства пред ними и язычниками. Вот что значит быть мудрым. Это значит быть осторожным и не возбуждать против нас, сгоняющих нас, но благоразумно устраивать свои дела. Имущество ли захочет отнять у тебя гонитель, почесть ли потребует? Дай, чтобы он не имел никакого предлога вредить тебе. Потребует ли чего-либо другого безвредного для твоей души? Не стой. Поскольку же Христос намерен был послать учеников своих не к одним иудеям, но к язычникам, то после того и говорит свидетельство пред ними и язычниками, то есть в обличении всем, которые не веруют. Стихи девятнадцатые и двадцатые Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух Отца вашего будет говорить в вас. Чтобы не сказали, как мы можем при своей простоте убедить мудрых, велит быть смелыми и не беспокоиться. Когда намереваем собеседовать среди верных, в таком случае нужно нам наперед позаботиться и приготовиться к ответу, как внушает апостол Петр. Но в деле с неистовыми народами и царями Господь обещает собственную силу, чтобы мы не боялись. Исповедовать веру наше дело, а отвечать мудро – дар Божий. И чтобы мы не подумали, что при ответах действует естественная наша способность, говорит, но дух Отца вашего будет говорить в вас. Стих двадцать первый. «Придаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их». Предсказывает им, что будет некогда, чтобы когда сбудется, не смущались. Здесь показывает и силу проповеди, которая расположит верующих, не обращать ради Христа внимания и на самую природу, на родителей и детей. Таково истинное христианство. Наконец, Христос показывает и неистовство неверных. Они не пощадят даже своих домашних. Стих двадцать второй. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Сказано «всеми» вместо «многими», ибо не все ненавидели их, но были и такие, которые принимали веру. «Претерпевший же до конца, а не вначале только, получит жизнь вечную». Стих двадцать третий. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий». Сказанные прежде страшные слова «как-то будут гнать вас в одном городе, бегите в другой» относятся к событиям, имевшим последовать после Вознесения. Здесь же говорится о том, что должно было случиться прежде распятия. Вы, говорит, будучи гонимы, не успеете обойти городов израильских, как я уже приду к вам. В случае же гонения велит им бегать, потому что явно бросаться в опасность, быть причиной осуждения гонителей и вреда тем, которые могли бы получить пользу от проповеди, и есть дело дьявольское. Что же касается дослов «как приидет Сын Человеческий», то под ними, разумея, не второе пришествие, но тот приход и то утешение учеников, которое было еще до распятия, ибо после того, как были посылаемы и кончали свою проповедь, они опять возвращались ко Христу и находились при нем. Четвертая книга царств Глава шестая И сказали сыны пророков Елисею, «Вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства». Он сказал, «Пойдите». И сказал один, «Сделай милость, пойди и ты с рабами твоими». И сказал он, «Пойду». И пошел с ними. И пришли к Иордану и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он и сказал, «Ах, господин мой!» А он взят был на подержание. И сказал человек Божий, «Где он упал?» Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева и бросил туда. И всплыл топор. И сказал он, «Возьми себе». Он протянул руку свою и взял его. «Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался со слугами своими, говоря, «В таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан». И посылал человек Божий к царю израильскому сказать, «Берегись проходить с ним местом, ибо там сирияне залегли». И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий и предостерегал его и сберег себя там не раз и не два. И встревожилось сердце царя сирийского по сему случаю, и призвал он рабов своих и сказал им, «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» И сказал один из слуг его, «Никто, господин мой царь, а Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». И сказал он, «Пойдите, узнайте, где он. Я пошлю и возьму его». И донесли ему и сказали, «Вот он в Дафаиме». И послал туда коней и колесницы и много войска. И пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города и кони и колесницы. И сказал ему слуга его, «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он, «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтоб он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда пошли к нему усирияне, Елисей помолился Господу и сказал, «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей, «Это не та дорога и не тот город. Идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал, «Господи, открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в средине Самарии. И сказал царь израильский Елисею, увидев их, «Не избить ли их, отец мой?» И сказал он, «Не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили. И отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. После того собрал Венодат, царь сирийский, все войско свое, и выступил и осадил Самарию. И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее, так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра, и четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра. Однажды царь израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему, «Помоги, господин мой царь». И сказал он, «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе?» «Сгумна ли, сточила ли?» И сказал ей царь, «Что тебе?» И сказала она, «Эта женщина говорила мне, «Отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра». И сварили мы моего сына и съели его. И я сказала ей на другой день, «Отдай же твоего сына и съедим его». Но она спрятала своего сына. Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои, и проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. И сказал, «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова на нем сегодня». Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели у него, и послал царь человека от себя. Прежде нежели пришел посланный к нему, он сказал старцам, «Видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову?» «Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью. А вот и топот ног господина его за ним». Еще говорил он с ними, и вот посланный приходит к нему и сказал, «Вот какое бедствие от Господа! Чего мне впредь ждать от Господа?» Глава седьмая. И сказал Елисей, «Выслушайте Слово Господне, так говорит Господь. Завтра в это время мера муки лучшей будет посиклю, и две меры ячменя посиклю у ворот Самарии». И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию, и сказал, «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» И сказал тот, «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». Четыре человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу, «Что нам сидеть здесь, ожидая смерти?» «Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем». И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу, «Верно нанял против нас царь израильский, царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас. И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро, и золото, и одежды, и пошли, и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли, и спрятали. И сказали друг другу, «Не так мы делаем. День сей, день радостной вести, если мы замедлим, и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». И пришли, и позвали привратников городских, и рассказали им, говоря, «Мы ходили в стан сирийский, и вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные, и ослы привязанные, и шатры, как быть им». И позвали привратников, и они передали весть в самый дворец царский. И встал царь ночью, и сказал слугам своим, «Скажу вам, что делают с нами сирияне. Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так, когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город». И отвечал один из служащих при нем, и сказал, «Пусть возьмут пять из остальных коней, которые остались в городе из всего ополчения израильтян, только и осталось в нем из всего ополчения израильтян, которая погибла, и пошлем и посмотрим». И взяли две пары коней, запряженных в колеснице. И послал царь вслед сирийского войска, сказав, «Пойдите, посмотрите». И ехали за ним до Иордана, и вот вся дорога услана одеждами и вещами, которые побросали сирияне при торопливом побеге своем. И возвратились посланные и донесли царю. И вышел народ, и разграбил стан сирийский, и была мера муки лучшей по сиклю, и две меры ячменя по сиклю, по слову Господню. «И царь поставил того сановника, на руку которого опирался у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. Когда говорил человек Божий царю так, «Две меры ячменя по сиклю, и мера муки лучшей по сиклю будут завтра в это время у ворот Самарии». Тогда отвечал этот сановник человеку Божию и сказал, «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» А он сказал, «Увидишь твоими глазами, но есть этого не будешь». Так и сбылось с ним, и затоптал его народ в воротах, и он умер. Если когда окажешься достойным отшельничеству, которое в царстве свободы его имеет бремена легкие, то помысл страха да не понуждает тебя по обычаю своему многообразно изменять помыслы и заниматься ими. Но будь паче уверен, что хранитель твой с тобою, и мудрость твоя во всей точности да удостоверят тебя, что вместе со всеми тварями и ты состоишь под единым владыкою, который единым мановением приводит все в движение и колеблет, и укращает, и устрояет. Ни один раб не может сделать вреда кому-либо из подобных ему рабов без дозволения о всех промышляющего и всем управляющего. И ты немедленно восстань и благодушествуй. Если и дана иным свобода, то не во всяком деле, ибо ни демоны, ни губительные звери, ни порочные люди не могут исполнить воли своей на вред и пагубу, если не попустят сего изволения правящего и не даст ему места в определенной мере. Он и свободе не попускает приводить все в действие. А если бы не было того, не осталась бы в живых никакая плоть. Господь не позволяет, чтобы к твари его приближалась власть демонов и людей и исполняла на ней волю их. Поэтому говори всегда душе своей. Есть у меня оберегающий меня хранитель, и ни одна из тварей не может явиться предо мною, разве только будет повеление свыше. Будь же уверен, что не осмелится показаться на глаза тебе и заставить тебя выслушать ушами своими угрозы их. Ибо если бы дозволено было свыше от пренебесного, то не было бы нужды в слове и в словах, но за волею их последовало бы и дело. Скажи так же сам себе, «Ежели есть на то воля владыки моего, чтобы лукавые возобладали над созданием, то принимаю сие, не огорчаясь, как нежелающий, чтобы воля Господа его осталась без исполнения». Таким образом, в искушениях твоих будешь исполнен радости, как уведывший и в точности сознавший, что управляет и распоряжают тобою владычное мановение. Наконец, подкрепляй сердце свое упованием на Господа и, не убоишися от страха ночнага, от стрелы, летящей во дни. Псалом 90, стих 5. «Ибо сказано, что праведного вера в Бога и диких зверей делает кроткими, подобно овцам». Скажешь, «Я не праведник, чтобы уповать мне на Господа». Но ты действительно для делания правды вышел в пустыню, исполненную скорбей, и для этого соделался послушным Божией воле. Всуи и трудишься, когда несешь труды сии, не потому, что Богу тогда только желателен труд человеческий, когда приносишь ты Ему скорбь свою в жертву любви. Сию рассудительность показывают все любящие Бога, подвергающие себя скорбям из любви к Нему. Ибо благоизволяющие жить о Христе и Иисусе в страхе Божием избирают для себя скорбь, терпят гонения. И Он делает их обладателями в тайне хранимых Своих сокровищ. О выгодах, доставляемых искушениями тем, которые терпят их и с благодарностью, и мужественно. Некто из святых говорил, «Был один отшельник, старец почтенный, и я пришел к нему однажды, а сам был в печали от искушений. Он лежал больной, и когда приветствовал я его, сел подле него и сказал ему, «Помолись о мне, отец, потому что весьма печалят меня демонские искушения». Тогда Он, открыв глаза свои, внимательно посмотрел на меня и сказал, «Молод ты, чадо, и Бог не оставляет посылать на тебя искушения». Я отвечал ему, «Да, очень я молод, терплю же искушения мужей крепких силами». И он продолжал, «Бог хочет уже умудрить тебя». Я возразил, «Как же умудрить меня? Ежедневно вкушаю смерть». И он сказал на это, «Любит тебя Бог, молчи, он дает тебе благодать свою». Потом ты совокупил, «Знай, чадо, тридцать лет вел я брань с демонами и по истечении двадцатого года вовсе не видел себе помощи. Когда же прожил я и пятый из последних десяти, тогда начал находить упокоение. Истечением времени оно возрастало, и когда прошел седьмой год, а за ним наступил осьмой, упокоение простерлось до большей гораздо меры. В течение же тридцатого года, и когда он и приходил уже к концу, так сильно стало упокоение, что не знаю и меры, да какое оно увеличилось. и еще присовокупил. Когда захочу встать для совершения службы Божией, могу еще совершить одну славу, а что до остального, если буду стоять три дня, в изумлении пребываю с Богом и немало не чувствую труда. Вот какое ненасыщаемое упокоение порождено многотрудным и долговременным делом. О том, что хранение языка не только заставляет ум воспрянуть к Богу, но и содействует воздержанию. Был один старец, вкушавший пищу два раза в неделю и сказывал нам, в тот день, в который поговорю с кем-нибудь, невозможно для меня сохранить правила поста по обычаю моему, но принужден бываю разрешить пост. И мы поняли, что хранение языка не только заставляет ум воспрянуть к Богу, но и делам, явным, совершаемым с помощью тела, втайне доставляет великую силу к их совершению, а также просвещает и в тайном делании, как говаривали отцы, потому что хранение уст заставляет совесть воспрянуть к Богу, если только соблюдает кто молчание сведения. Этот святой имел большее обыкновение проводить ночь в бдении, ибо говорил, в ту ночь, которую стою до утра, засыпаю с псалмопением, а по пробуждении от сна. В день этот бываю как бы человеком, не принадлежащим к этому миру. Никакие земные помыслы не приходят мне на сердце, и не имею нужды в определенных правилах, но целый этот день бываю в изумлении. Так в один день хотел я принять пищу, по прошествии перед тем четырех дней, в которые ничего не вкушал. И когда стал я на вечернюю службу, чтобы после он и вкусить, и стоял на дворе кельи моей, между тем, как солнце было еще высоко, начав службу, только в продолжении первой славы совершал оную сознанием, а после того пребывал в ней, не зная, где я, и оставался всем положений, пока не взошло опять солнце в следующий день и не согрело лица моего. И тогда уже, как солнце начало сильно беспокоить меня и жечь мне лицо, возвратился ко мне ум мой. И вот увидел я, что настал уже другой день. И возблагодарил Бога, размышляя, сколько благодать Его произливается на человека, и какого величия сподобляет Он идущих во след Его. После этого Ему единому подобает слава и велелепие во веки веков. Аминь. Живы в помощи Вышнего в крови Бога Небесного Дворица Речет Господи Заступник Моиси Прибежище Мое Бог Мой Уповая на Него Яко Твой избавить Те От Сети Лов Че Слови Семь Метеж Плечма Своим Осенит Те Под крыле Его Надеющись Оружием Обыть Те Истин Его Не Убоившись От страха Ночного Стрела Летящая Во дни Отвечив От неприходящей От Срящей Бес Аполудин Наго Подета Страны Твоя Тыща И Тьма Десной Тебе К Тебе Не Приближится Обачи От Чима Твоим Осмодрише И Воздаяние Грешников Узрише Яко Ты Господи Упованием Мое Вышнего Положилось И Прибежище Твое Не Приид К тебе Злой Рано Не Приближится Телеси Твоему Яко Ангелам Своим Заповесю Тебе Сохраните Во всех Путях Твоих На Руках Возмут Тя Да Никогда Притни Шак Амин Ногу Твою На Аспи Да И Василий Ско Наступишь И Поперешь Льва И Зми Яко Намя Уповая Сбавлю И Покры Яко Познай Имя Мое Вызовет Ко Мне Услышу Его Сними Скорби Изму Его И Прославлю Его Долготую Дни И Исполни Его И И Спасение Мое Возведох Очи Мои В горы Отню Даже Приедет Помощь Моя Помощь Моя От Господа Сотворшего Неба И Землю Не Дашь Восметение Ноги Твоей Ниже Воздремлет Храняй Тя Сен Воздремлет Ниже Уснет Храня Израиля Господь Сохранит Тя Господь Покров Твой На Руку Десную Твою Господь Господь Сохранит Вхождение Твое Исхождение Твое Отныне И До Века Отче Наш И Живи Си На Небесе И Да Святится Имя Твое Да Приед Царствие Твое Да Будет Воля Твоя Яко На Небесе И На земли Хлеб Наш Насущный Дашь Нам Днесь И Остави Нам Долги Наши Окужи Мы Оставляем Дружняком Нашим Не Веди Нас В Свои Искушения Но Избави Нас От Лукавого Господи Дай Мне С Душевным Спокойствием Встретить Все Что Принесет Мне Наступающий День Дай Мне Всецело Предаться Воле Твоей Святой На Всякий Час Сего Дня Во Всем Наставь И Поддержи Меня Какие Бы Я Не Получал Известия В течение Дня Научи Меня Принять Их Со Спокойной Душою И Твердым Убеждением Что На Все Святая Воля Твоя Во Всех Словах И Делах Моих Руководи Моими Мыслями И Чувствами Во Всех Непредвиденных Случаях Не Дай Мне Забыть Что Все Ниспослано Тобой Научи Меня Прямо И Разумно Действовать С Каждым Ближним Моим Никого Не Смущая И Не Огорчая Господи Дай Мне Силу Перенести Утомление Наступающего Дня И Все События В Течении Дня Руководи Моею Волею И Научи Меня Молиться Верить Надеяться Терпеть Прощать И Любить Аминь Прохимен Глаз Аминь Веселитесь О Господе И Радуйтесь Праведни Веселитесь О Господе Радуйтесь Праведни Глаз И 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 Прохимен Жен Прекрежь Сависим Веселитесь О Господе Радуйтесь Праведни И 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 Души по благим отворяться. Души по благим отворяться. А любви от нас четвертый, Вот ваше праведник Господь услышит, И от всех скорбей избавит их. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.